Машина очень сложная в реализации, средними игроками, но уж тем более новичками. Поэтому очень хорошо советую подумать перед тем, как обменивать свой купончик именно на данный аппарат. Что касается возможности данной машины, заценим орудие, все остальное заценим непосредственно в самой катке. Что касается времени сведения и разброса, будем смотреть исключительно в пределах боя, потому что на барабанах, играя, данные цифры отыгрываются совсем по-другому. Кто-то будет надо мной смеяться, но, ребят, согласитесь, одно дело играть на цикличной пушке, которая отстреливает через каждые 6-7 секунд, ну а порой даже больше. И при этом времени сведения вам больше, чем достаточно для того, чтобы свестись перед следующим выстрелом. Другое дело, когда у вас время сведения целых 3,2 секунды, а время перезарядки внутри магазина меньше 2 секунд. Таким образом получается, что вам необходимо подстраиваться под время перезарядки своими выстрелами, и вы уже готовы стрелять, но вам все-таки еще рановато это делать, потому что вы не выцелили какую-то серую зону в своем противнике. Что касается урона в минуту, для 8 уровня в целом, как для легкого танка, цифра довольно неплохая, 2120, но все-таки это не потолок далеко. Что касается времени перезарядки, 13 секунд для данного барабана, это вполне нормально, потому что у него 4 снаряда по 160 единиц среднего урона, в целом это довольно неплохо. Я себе поставил оборудование на улучшение пробоя, потому что именно пробоя мне лично и не хватает. Но, повторюсь, в одном из своих видео я уже говорил об этом, нет понятия правильно установленное оборудование и неправильно установленное оборудование. Есть понятие комфортно лично для меня или дискомфортно. Кому-то удобнее будет играть на вентиле, получая себе уменьшение времени перезарядки, скорость поворота башни. Короче говоря, вот эти вот все плюшки для него могут быть гораздо важнее и приятнее и интереснее, чем улучшение пробоя. Поэтому, ребят, никого не слушайте, ставьте всегда себе оборудование так, как нравится вам. Покатайте в разных вариациях и выберите сами себе, как вам удобнее и насколько вам приятнее играть на том или ином активированном оборудовании. Что касается угла вертикальной наводки, вниз минус 6 и это дискомфортно на данной машине, потому что ты легкий танк, ты рысачишь где-то там по холмам, по горам и при этом всем тебе очень сложно выцеливать на ходу своих соперников, которые находятся где-нибудь в низинке. Но это мое субъективное ощущение, пишите о своих, вообще, ребят, пишите в комментариях все, что вы думаете по теме любого видео на моем канале. Что касается брони, понятное дело, что здесь ее нет, это легкие танки, разговаривать здесь не о чем. Везде картон, максимум там 100 с чем-то с учетом приведенок каких-то. Короче говоря, вам нечем танковать, фугасы машина очень сильно любит и главное фугасы ее просто обожают. Что касается сравнения с другими машинами, на 8 левеле легких танков не так уж и много и в целом можно было бы сказать, что есть с кем сравнивать. Единственное, что можно было бы убрать отсюда чисто из принципа Т49 бесстрашного, но все-таки, ребят, не с кем сравнить данную машину, кроме АМХ 1390 проходного. Все остальные ребята обладают цикличными орудиями, ДПМ у них в принципе лучше, чем у нашего героя, особенно, допустим, у того же ФВ-301. Но, ребят, все-таки прикол данного аппарата заключается как раз в его четырех снарядах в магазине, потому что даже тот же самый АМХ 1390 обладает всего тремя снарядами. Ну как, всего. Просто тремя снарядами, а здесь целых четыре. Вот так более правильно звучит. Перезарядка при четырех снарядах в магазине оказывается даже лучше, чем при трех снарядах в магазине у проходной версии. Таким образом, получается, что здесь время перезарядки практически 15 секунд, а здесь, грубо говоря, 13. Две секунды разницы, это, поверьте мне, существенно, когда играешь на барабане и ждешь вот этого вот момента, когда он наконец-то дозарядится, чтобы можно было начать отбрасывать. Особенно с учетом того, что ты играешь на абсолютно картонной машине. Что касается времени сведения, здесь разговаривать не о чем, ровно как и по поводу разброса. Все цифры разнятся, и эти цифры необходимо заценивать непосредственно в самих боях. Что касается подвижности. Хотелось бы, конечно, такую подвижность, как у ружки 251, тогда это был бы вообще просто огонь, а не танчик. Ну а так, в целом, бодренько нормально передвигается, но далеко не фонтан. Вот какими-то такими словами хочется характеризовать данные цифры, но все-таки будем смотреть на это опять-таки в самом бою. Что касается доходности. Доходность, в принципе, нормальная. 170%, не 175, как у некоторых на восьмом уровне. Понятное дело, что и не 185, как у некоторых. Но в то же время, хотя бы есть эта доходность, и это уже довольно-таки неплохо. Причем, что самое интересное, что у М4190 та же самая доходность, что и у нашего героя. Поэтому получается, что среди премиумных машин и коллекционок данная машина имеет, в принципе, нормальные абсолютно цифры по коэффициенту фарма серебра. Что касается процента побед, в целом, довольно неплохо, на удивление, потому что у данной машины процент по победам выше, чем у многих других. Ну, если только не считая вот этого вот товарища, никому неизвестного, HWK30, у которого всего 21 игрок, тестовая машина. Мы ее в глаза еще нормально не видели, поэтому в целом, ребят, эту процентность можно отсюда вот так вот взять, просто убрать. И тогда вы увидите, что IMX занимает первое место. Да, не с существенным, допустим, отрывом от М41. И, честно говоря, лично для меня М41 более удобная машина и более легко реализуемая, чем IMX Defender. Вот такое вот мнение по поводу машины и ее сравнительной характеристики с другими ребятами на уровне. Ну, а теперь нам ничего другого не остается, кроме как взять данную машину и поехать на ней в бой. Сейчас только убедимся, чтобы мы попали в обычный встречный, ну и, соответственно, будем туда забрасываться. Забегая наперед, пока мы заходим в бой, я хочу сразу обратиться к тем ребятам, которые по результатам того, что увидят сейчас в бою, начнут писать по поводу того, что мне необходимо научиться играть, что перед тем, как делать обзоры на машины, необходимо иметь нормальную стату. Что необходимо иметь ровные руки, чтобы реализовать IMX. Здесь я с вами соглашусь, IMX действительно можно реализовать, только если у вас совсем прямые руки. Но мои видео посвящены тому, чтобы показать всем игрокам, не только тем, которые суперскиловики. Поверьте, те, у кого 60-70% побед, им нафиг не надо обзоры на танки, чтобы принимать решение, покупать их или не покупать. Те, у кого 70%, они сядут голой жопой на унитаз, возьмут палку-копалку в руки и покажут результат даже при таком вооружении. Мои видео посвящены тому, чтобы показать, как будет играться машина в ваших руках, если у вас 50-55% побед, а то и меньше. И таким образом получается, что именно просматривая мои видео, вы сможете для себя принимать взвешенное решение, стоит ли вам покупать какую-либо из машин. Я наступал на грабли, когда по рекомендациям или по обзорам каких-то именитых ребят, которые действительно классно играют, я приобретал себе премиумную машину за некислые деньги. И после этого машина стоит у меня в ангаре долгое время, я пытаюсь научиться на ней играть. Я постоянно расстраиваюсь, что машина не дает мне тех результатов, которые показал парень в видосе. И если вы не хотите наступать на такие грабли, обязательно подписывайтесь на мой канал, там где вы узнаете, стоит ли вам приобретать данную машину и сможете примерить ее на себя, глядя на то, как на ней играю я. Итак, ребят, подвижность очень классная, очень веселая, вопросов к ней у меня абсолютно никаких нет. Да, безусловно, это не рушка, но передвигается очень бодро, очень классно. Ты можешь подъехать куда угодно, занять любое направление, ты можешь поехать подсветить, но я на данный момент этим заниматься не буду. Я уж слишком картонен и легкие танки мне лично даются не очень легко. Для меня это сложноватые машины, я люблю ПТшки, я люблю ТТ, подрыв, класс, подрыв БК. Сразу в начале боя парень поиграл, мне его искренне жаль. Что касается точности времени с видением, то вот время с видением, а вот точность орудия. В целом очень бодро, очень классно. Спрятался, окей, тогда уйдем на перезарядку и попытаемся немножечко отстояться. Бульдог решил атаковать, это не очень хорошо, где-то там прячется ПТшка и сейчас мне придется под ПТшку немножко светануться. Секунду, ребят, одну секунду, мне придется немножко помолчать. Сказал я, продолжаю разговаривать. Короче говоря, ребят, время перезарядки магазина тут больше, чем достаточно. И грешить на то, что машина плохо перезаряжается нельзя, потому что в целом с ее скорострельностью, с ее альфой, если бы ей дали больше, это было бы не то, что имба, это было бы просто какое-то имбище. На дальних расстояниях снаряд летит не сильно бодро, но это более чем достаточно для того, чтобы отбрасывать в ребят. И довольно-таки часто получаются такие ситуации, в которых ты все-таки успеваешь кинуть выстрел перед тем, как соперник прячется. Поэтому сказать, что прям совсем уныло летающие снаряды у машины, нет. Этого я сказать про машину не могу. Ай-яй-яй-яй, чуть-чуть мне не хватило сейчас. Ну вот сейчас, да, сейчас согласен, сейчас не хватило мне для того, чтобы добрать парня. Покажи нижний бронелист. Блин, как сейчас не повезло, просто ужас. А сейчас, ребят, было вообще уникально, рандомный рикошет от машины. Да, и такое тоже, представляете, бывает на нем. Сейчас перезарядимся, я думаю, что все-таки заберем вот этого вот товарища. Да ну! Ну перестаньте, так не может быть. Ладно, хорошо, тогда поступим по-другому. Если врага не можешь достать, подъедь к нему поближе. Если Гараня идет к Магомеду, все остальные знают, что с этим необходимо делать. Заканчиваем перезарядку, я все-таки заберу этого товарища, он сильно меня раздражает своим присутствием в бою. Все, наконец-то. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, хватит бодаться, это очень не воспитано с твоей стороны. Не смог уйти, и, честно говоря, наверное, я пожадничал, зря я полез на передовую. Мог издалека все-таки поотстреливать, дольше бы прожил, возможно бы бой не слили. Затащит ли Прога под вопросом, но советую досмотреть бой, и обязательно сейчас заедем в следующую катку, а параллельно с этим заценим результаты по бою. Итак, друзья мои, бой закончился поражением, я сделал 2290 единиц урона практически не напрягая, сделал 2 фрага, что касается результатов по фарму серебра, то с учетом того, что у меня активирован прем-аккаунт, ой, простите, не активирован прем-аккаунт, 25800, а был бы активирован прем-аккаунт, 43800 получил бы за данный бой. Что касается моих результатов в команде по уронам, то я занимаю второе место, и стою сразу за Прогой 46-й. Стоит также отметить, что если бы у меня была возможность, а у меня есть возможность вообще? Я сам себе поставил дис, потому что реально данный проигрыш не то чтобы всецело, но довольно существенно именно на моей совести. Если бы я не поехал на передовую, если бы я не пожадничал, возможно бы с какого-нибудь расстояния, я смог бы там поотстреливать по врагам, ну и попытаться затащить. Плюс к тому, если бы я играл в превосходстве, то я бы, понятное дело, позанимал точки, и таким образом либо давил на нервы соперникам, либо, возможно, даже победили по захвату. В данном же случае, ну действительно, косанул моя вина, и я своей вины с себя никогда не снимаю. Кстати, мне очень сильно не нравится, когда игроки, играя, сливают, и после этого начинают обвинять собственную команду, а некоторые умудряются даже обвинять соперников своих за то, что те победили, потому что те играли нечестно, где-то там стоя в кустах и так далее. Поэтому, ребят, никогда не снимайте с себя вины, если вы действительно в чем-то косанули, и не только в танках, а в жизни по целому. Что касается АМХа, предыдущий бой, ну, оказался плюс-минус фартовым для него, потому что была возможность заехать со стороны к соперникам, отбросать по корме, но если вы умеете играть на легких танках, то вам к такому геймплею, в принципе-то, и не привыкать. Поэтому, возможно, АМХ Дефендер будет как раз для вас, если вы любите легкие танки. Это действительно неплохая находка для вас будет, потому что 4 снаряда в магазине, которые перезаряжаются за 13 секунд, и я бы сказал, всего лишь за 13 секунд, а в случае Дефендера оно так и есть. Есть танки, которые перезаряжаются 11-12 секунд, и для тебя это очень много. Для Дефендера 13 секунд, это вполне нормально. Поэтому, если вы умеете играть на легких танках, как я уже сказал, пушка вам зайдет однозначно, по подвижности тоже, ну, а к картону, опять-таки, вам не придется привыкать. Ну что, поехали. Все хотят, чтобы я светил, один я не хочу, чтобы я это делал. Не люблю за светом и заниматься, потому что, как только ты начинаешь светиться, как правило, в тебя сразу начинают прилетать. Ну, а когда в тебя начинают прилетать, ты начинаешь грустить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И спасибо большое за то, что вы меня не подбили, товарищ Химера, который будет находиться на перезарядке нормальное количество времени, а значит, у нас есть какая-никакая, а все-таки возможность пострелять. Ну что, пару тычек дали, Химера уходит. Я так понимаю, что Химера уходит по той причине, что поддержки у нее абсолютно никакой нет, а это значит, что мы можем, в принципе, начать преследование данного товарища и подъехать поближе к врагам. По-моему, где-то эти грабли только что лежали в предыдущем бою, если я не ошибаюсь. Так-с, никого не наблюдаем. Пока наши ТТ-шники вроде бы неплохо держатся. Бог с ней Химерой, поедем, попытаемся добрать недобитков. Все-таки как-никак мы барабаном обладаем, а раз обладаем барабаном, то минусовать стволы, это наше все. Эх, жаль, нету четвертого снаряда, который я потратил на то, чтобы уничтожителя вынести. Ай-яй-яй! Там кто-то есть! Там кто-то есть! Там есть товарищ Джипанзер, который, бедняга, пытается убежать. Ну, фараончик, ну пожалуйста, не делай так. Это очень неприятно, честно. В любом случае, три фрага. Просто налегке, просто потому что есть барабаны, просто потому что ты можешь успеть отбрасывать снаряды у своих соперников. Вот как-то так играется АМХ Дефендер. Да, пускай он полностью картонный, да, пускай он пробивается. И поверьте, у вас будут на этой машине бои, из которых вас будут выносить одним из первых. Но если вы будете бодро мотаться по карте, прятаться за укрытиями, уходить за какие-то холмы, так чтобы у вас не попадали, то фан вам обеспечен однозначно. 1180 единиц урона, как я уже говорил, два сделанных фрага. Что касается результатов по фарму серебряндии, то если бы был прем, было бы 45 700, а так 28. Согласитесь, неплохой плюс и бонус за такие вот пустяковые бои. Что касается позиции в команде по урону, то в данном случае средняком, и ничего удивительного в этом нет. Я в основном только летал по карте и недобитков собирал. Кстати, мог собрать больше недобитков, если бы их не забирали быстрее, чем я, или если бы мне можно было еще пару снарядов в магазин. Ну ладно, это я уже зажираюсь. Вообще, АМХ машина неплохая, но все-таки требует того, чтобы вы умели пользоваться легкими танками. Забирать его за купон или не забирать, покупать, когда он будет продаваться или нет, решать однозначно вам. Мое дело показать данную машину такой, какая она есть в средних руках, а не в 75%. Вот как-то так получается с АМХ. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего. Возвращайтесь на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Я буду всегда вам рад. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.